Добрый день! Очень рада вас приветствовать на очередном вебинаре компании Axelot. Сегодня хотели бы вам рассказать об управлении процессами доставки с помощью Axelot TMS, а именно на примере компании Sank, нашего клиента. Как бы хотелось сегодня построить наш вебинар? Для начала, для тех, кто не знаком еще с нашей компанией, хотела рассказать некоторые ключевые факты о компании Axelot. Дальше мы расскажем о компании Sank, чем компания занимается, и перейдем непосредственно к опыту внедрения Axelot TMS. Вячеслав Жуйков, руководитель проектов автоматизации транспортной логистики, уже более подробно расскажет о том, что мы сделали для компании Sank и продемонстрирует работу системы Axelot TMS. Меня зовут Наталья Чечетенко, я представляю коммерческий отдел компании Axelot, являюсь руководителем группы продаж. Собственно, для начала хотела бы рассказать о компании Axelot. Работаем на рынке информационных технологий с 1998 года, то есть уже более 19 лет. Основное направление деятельности – это разработка и внедрение комплексных систем на платформе 1С для автоматизации различных участков деятельности предприятий. В штате компании более 300 сотрудников, есть офисы в пяти городах России, центральный офис расположен в городе Москве. С точки зрения направления деятельности, наш программный продукт Axelot TMS входит в направление транспортной и складской логистики. Помимо этого, в данном направлении присутствуют программные продукты 1С ВМС, точнее ВМС – это Axelot, и управление цепями поставок. Помимо этого, мы занимаемся внедрением типовых программных продуктов фирмы 1С и своих собственных разработок для корпоративного рынка. Также отдельным направлением является интеграционное, в котором представлены программные продукты для построения управления нормативно-справочной информацией и интеграции различных систем. Что касается оказываемых услуг, то в рамках проектов мы оказываем полный спектр услуг, начиная от оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, проектирования высоконагруженных систем, когда речь идет о комплексных масштабных проектах, где требуется соответствующая производительность от систем, поставляем оборудование под ключ и, конечно же, сопровождаем наших клиентов в режиме 24 на 7. Что касается наших партнеров, помимо основного партнера фирмы 1С, в рамках проектов автоматизации складской логистики мы используем оборудование компании Zebra. Серверное оборудование нам поставляет компания IBM. Также сотрудничаем с Microsoft в части баз данных. И если речь идет о разработке интернет-портала, то используем программное обеспечение компании Bittrex. Компания DNV – это наш партнер по сертификации по стандарту ISO. Автоматизацию своей деятельности нам доверили компании, представленной на данном слайде. Порядка 400 реализованных проектов по складской логистике. Более 50 проектов по транспортной логистике. Соответственно, можно смело назвать себя лидером рынка в части оптомизации логистических процессов. Что касается статуса в рамках партнерства с фирмой 1С, как я уже и говорила, работаем с 1998 года и, в общем-то, партнерами являемся также с этого момента. Являемся центром разработки тиражных решений и курируем логистическое направление фирмы 1С. Также являемся центром компетенции Корп и ERP для выполнения проектов по внедрению комплексных систем. Что касается собственных решений компании, то программный продукт, о котором мы сегодня поговорим, и который мы внедряли в компании Sank, это Axelot TMS управления транспортом и перевозками, которое предназначено для автоматизации всех процессов управления транспортной логистикой, начиная от планирования перевозок, заканчивая управлением собственным транспортом, учетом ГСМ и так далее. Также есть ряд решений для интеграции между системами, это Axelot Detrion ESB и Detrion MQ, которые позволяют построить единое интеграционное пространство вне зависимости от того, на какой платформе у нас система и, собственно, иметь центр управления обменами в одном месте. Также есть ряд решений по RFID и решения по управлению запасами и закупками. Также хотела бы клиентов, может, кто не знает, кто уже знаком с данным мероприятием, пригласить всех на конференцию управления современным складом, которая состоится 28 сентября. Там мы расскажем вам о последних тенденциях в области логистики, и будет очень много клиентов, которые поделятся реальным опытом внедрения ВМС и ТМС. Также будут круглые столы и демонстрация функциональной системы. Так что приходите, регистрируйтесь, почта для регистрации указана ниже на слайде. Теперь непосредственно перейдем к проекту компании Sank, именно внедрению Axelot TMS. Кратко хотела бы рассказать о компании Sank. Это официальный дистрибутор компании Henkel на территории Сибири и Дальнего Востока. Успешно работает на рынке уже более 23 лет. Что касается направления деятельности, то помимо продукции Henkel, это также чулочно-носочные изделия и изделия медицинского назначения. Компания достаточно крупная, 25 центров дистрибуции, охватывают, как говорит наш клиент, 75% территории России и 20% населения страны. В принципе, это очень достаточно большие объемы. Более 5000 отгрузочных единиц, это как вагоны, так и контейнеры в год. И, собственно, более полутора тысяч сотрудников. Так как компания большая, территориально распределенная, есть 25 филиалов, то, собственно говоря, любая компания у нас растет и развивается. И предпосылками внедрения системы управления транспортом было то, что у нас увеличивается объем перевозок собственных грузов. А для того, чтобы это, собственно, все контролировать, нужен некий инструмент, который позволит нам как повысить уровень сервиса доставки, так и, собственно говоря, понимать всю затратную часть на транспортную логистику в разрезе направлений деятельности компании. А их, в принципе, от компаний немало. Соответственно, перед нами поставили следующие задачи. Это снижение зависимости от персонала. Потому что в любом случае хотят компании, которые внедряют различные системы информационные, снизить затраты как на персонал, так и, соответственно, затраты на перевозки. В данном случае система должна была предоставить возможность получать своевременную информацию о прохождении точек маршрута, эффективно планировать, собственно говоря, эти маршруты. И мы должны были поставить клиенту такой инструмент, который был достаточно интегрируем с другими учетными системами компании, так как помимо внедрения системы Axelot TMS параллельно идет проект внедрения корпоративной информационной системы на компании Аксапта. И параллельно с проектом внедрения Axelot TMS мы также реализовывали проект внедрения ВМС от Axelot, поэтому у нас, в общем-то, интеграционная часть также построена достаточно гибко и прозрачно. Дальше уже более подробно об этом поговорим. Что касается организационных рамок проекта. У компании, как я уже сказала, много филиалов, но в качестве пилотного объекта выбран был филиал в городе Омске. С точки зрения каких-то цифровых показателей, количество заявок на перевозку в день до 250, собственных транспортных средств до 15 и привлекаемых транспортных средств сторонних компаний до 10. Какие у нас есть типы доставок? Это исходящая логистика, то есть доставка из логистического центра, это входящая логистика, то, что мы везем от поставщиков, и также есть клиенты, которые, в общем-то, забирают товар самовывозом. По типам точек доставки также представлено разделение. Это как и офисы транспортных компаний, это торговые центры, магазины, даже рынки, торговые палатки и железнодорожные станции. То есть достаточно разносторонние клиенты, которым, в общем-то, нужно было доставлять товар. Если говорить вкратце о проекте и об общих вещах, то у меня, в принципе, все. Более подробно на вопрос ответим, как уже говорили, в конце вебинара. Дальше я хочу передать слово Вячеславу Жуйкову, который, в общем-то, непосредственно расскажет уже более детально применительно к системе, что мы сделали в рамках данного проекта. Коллеги, добрый день. Давайте теперь более подробно рассмотрим, что же мы реализовали в проекте для компании САНК. То есть пойдем непосредственно по самому процессу. То есть первое изначально, с чего начинается построение процесса в компании, это учет заявок на перевозку. То есть из корпоративных систем выгружаются к нам различные заявки на доставку грузов. При этом сразу происходило деление по направлениям видов деятельности доставки. То есть это внутригородская доставка по Омску и Омску области. Это доставка, входящая логистикой от поставщиков непосредственно на склад в городе Омск. А также необходимо было отслеживать самовывоз товара. При этом одним из основных критериев заявки для доставки грузов, это выступали учет временных окон. То есть необходимо в определенное время было клиентам доставлять товар. И одна из потребностей это была учет инкассируемых денежных средств. То есть необходимо было забирать, так как работа ведется с мелкими торговыми точками, с рынками, поэтому была необходимость забирать наличные денежные средства, контролировать, соответственно, сколько водитель денежных средств забрал, сколько обратно привез, проводить планфактный анализ на основании всего этого. Как непосредственно это все выглядит в системе? То есть поступает из корпоративной системы заявки на перевозку груза. Они консолидируются у нас в системе. В заявке на перевозку у нас содержалась вся необходимая информация, которая дальнейшему логисту понадобится для планирования маршрутов. В том числе, как я говорил ранее, это временные окна доставки, то есть во сколько необходимо, чтобы груз отправился со склада, и во сколько, чтобы клиент этот груз получил, то есть по желанию клиента. Также в заявке присутствует информация непосредственно уже о перевозимом грузовом месте, вплоть до товарного состава. То есть мы видим, собственно говоря, что мы перевозим в разрезе направления деятельности компании. Ну и как я говорил ранее, немаловажно, сколько необходимо денежных средств забрать с той или иной торговой точки, если в этом есть необходимость. После того, как в систему поступают заявки на перевозку груза, следующим этапом для логистов это являлось планирование маршрутов. То есть какие задачи мы здесь преследовали? Это оптимизация внутригородской доставки, это оптимальный подбор транспортных средств на рейсы, необходимо было автоматизировать формирование периодических рейсов для региональной доставки. Как мы решали данные задачи на проекте? Все заявки на перевозку груза, которые поступали к нам в систему, они попадали к логисту для планирования маршрутов. Причем здесь есть одна особенность у клиента, она достаточно часто встречается на различных проектах, в том числе и у компании САНК. У нас определенным зонам доставки привязаны определенные транспортные средства, определенные водители, которые работают в той или иной зоне, потому что, как показывает практика, если водитель работает примерно с одними и теми же точками, с одними и теми же поставщиками, качество его работы гораздо выше. То есть водитель может дать порядка 20-25 точек единовременно, нежели как и другой водитель может дать всего лишь 10. Соответственно, эту особенность мы учитывали. Учитывали разбивку города Омск на определенные зоны, привязку к этим зонам непосредственно уже транспортных средств водителей. То есть для логиста был предоставлен инструмент, с которым он мог планировать в автоматическом режиме маршрута, учитывая временные окна доставки, учитывая, что необходимо забрать денежные средства и перевезти их обратно на базу. То есть на основании вот этих вот параметров мы формировали в автоматическом режиме маршрута. Помимо прочего, формирование межрегиональной доставки, то есть отшлялось, как правило, по определенным направлениям, по регулярным рейсам. Поэтому в систему были заведены расписания данных регулярных рейсов и все заявки, которые попадали под критерии под каждый рейс, они автоматически формировались в определенные рейсы, включались, если соответствовали заданному расписанию. То есть, ну, для примера, в данном случае, там, каждую среду по четным неделям уходила там машина. При этом, да, одной из особенностей, это была настройка периодического расписания с учетом четных и нечетных недель, например. То есть на основании этих данных формировались в автоматическом режиме маршруты и логисту оставалось лишь только назначить конкретное транспортное средство для перевозки грузов. Помимо автоматизации оперативной деятельности компании, немаловажным фактором был это сбор расходной части по перевозкам, да, и дальнейшее понимание, как эти затраты влияют на заявку на перевозку и на каждый вид товара, перевозимой компанией. Поэтому в системе мы реализовали формирование различных тарифных сеток для каждого вида перевозки. То есть для внутригородской доставки существовал свой определенный критерий, каким образом мы рассчитываем доходы. Для межрегиональной доставки или доставки контейнерной также определенные были тарифные сетки заданные. В сети по заданным тарифным сеткам мы производили автоматический расчет плановых расходов по рейсу и изначально уже понимали, какая стоимость выйдет каждой доставке. Далее, в процессе выполнения рейса, после выполнения рейса, мы фиксировали фактические расходы по рейсу уже на основании фактических данных. То есть сколько точек было водителям сдано, какая продукция вернулась обратно на склад, была ли инкассация в данной точке или нет, все это влияло на расходы по рейсу. Ну и немаловажным фактором для компании Санк это был учет мотивационной составляющей для водителей. То есть по сути это расчет заработной платы как собственными водителями, так и расчет с наемными водителями, которые выступали в качестве ИПшников. То есть здесь опять-таки в зависимости от вида перевозки была различная мотивационная часть, которая состояла из количества сданных точек, из количества отгруженного товара именно по массе или по объему. Также одним из параметров это выступал километраж, который водитель накатывал за день, то есть если он превышал определенную цифру, соответственно необходима была доплата по этому рейсу. Все это в системе в автоматическом режиме учитывалось, что снижало там опять-таки нагрузку на логистов и позволяло им заниматься более другими делами, контролировать маршруты, составлять планирование, нежели отвлекаться на такую рутинную деятельность. То есть все затраты по рейсу, они формируются непосредственно в системе по заданным тарифным сеткам, как я сказал ранее. То есть были разработаны и внедрены в системе различные тарифные сетки. Это и условно перевозка по городу, области, исходя из различных критериев, то есть достаточно сложные тарифные сетки, в зависимости посещал ли водитель, выезжал ли водитель в область, если выезжал, то какой километраж использовался, сколько было точек разгрузки у него, какое количество объема товара он сдал в тех или иных точках. От этого все зависело мотивационная составляющая, ну и соответственно формировался плановый расход по рейсу. Помимо расчета внутригородской доставки, также были введены в систему тарифные сетки транспортных компаний, которые позволяли рассчитывать стоимость доставки именно с учетом различных тарифных сеток от транспортных компаний. Например, одна из транспортных компаний формировала следующую свою тарифную сетку, в зависимости от зоны назначения, фигурировала, какую массу мы перевозим, в какую зону назначения, от этого складывался тариф. При этом тариф он формировался достаточно сложно, то есть формирование как шло по сетке по массе, так и по сетке объема, то есть в зависимости от того, по какому из параметров, получается, была больше ставка, по той транспортной компании соглашалась вывозить груз, либо по объему, либо по массе. Все это учитывалось у нас в расстройках системы и в автоматическом режиме рассчитывались плановые расходы по рейсу. Соответственно, после исполнения рейса фиксируются уже, как я говорил, фактические расходы за рейс уже на основании фактических показателей. При этом каждая статья расходов, она у нас имеет свое правило распределения, то есть мы не просто консолидируем затраты в целом на рейс, а дальше распределяем их на все заявки, которые представлены у нас в маршруте. Дальше в этих заявках мы производим распределение уже по видам деятельности компаний, то есть в зависимости от того, какую товарную группу мы перевозим, мы понимаем, сколько мы тратим на доставку того или иного вида продукции. Результатом вот этой работы, сбора затрат, то есть это является несколько отчетов, по которым, во-первых, производится расчет заработной платы с наемными водителями, во-вторых, есть понимание, из чего складываются вот эти вот параметры, их зарплатной составляющей, то есть сколько часов они отработали, какое количество часов адресов доставки было сдано, какое количество документов они обработали. Соответственно, здесь же представлены фактически и плановые расходы по рейсу. Как мы видим, они периодически отличаются, потому что какие-то точки водитель не задает по каким-то причинам, где-то оказывает дополнительные услуги в точке при необходимости. То есть все это в данном отчете отражено и видно, то есть достаточно прозрачно происходит расчет. Как я сказал, все это формируется в автоматическом режиме, то есть раньше логист на это тратил достаточно продолжительное время, чтобы скомпоновать, получить данные от водителя, обработать их в каком-то Excel и предоставить данную таблицу. Сейчас же это формируется в автоматическом режиме, исходя из данных показаний рейса. Также есть определенные аналитики именно по доставке грузом уже до конечных клиентов. Здесь мы видим в разрезе каждого вида перевозки, каждого направления деятельности, то есть какая была стоимость рейса, были ли простои в точках. Это уже отчет для работы непосредственно с конечными получателями на момент, если груз там задержан, по какой причине и так далее. То есть на основании вот этих данных логисты достаточно оперативно получали обратную связь и могли как-то принимать какие-то решения. Какие были особенности на нашем проекте? Это использование мобильного приложения для водителей, то есть это был такой достаточно большой шаг вперед для компании Санк. То есть раньше водителям приходилось звонить, обзванивать, сдали они точки, не сдали, есть ли какие-то проблемы на точках. То есть даже порядка 25 водителей в одном филиале обслужить достаточно проблематично и сложно. Пока всех обзвонишь, пока получишь обратную связь, где-то это занесешь. На это уходило достаточно много времени. Соответственно, у нас одним из задач на проекте, это был онлайн-мониторинг перевозок и, соответственно, своевременная сдача по прохождению точки, чтобы логисты постоянно знали, что делает водитель, какие есть ли у него проблемы в точке, что он сдал. То есть использование мобильного приложения для водителей позволило, во-первых, в оперативном режиме отправлять данные о том, когда водитель прибыл в точку, есть ли простой в точке, информировать оперативно об этом диспетчера, есть ли есть какие-то проблемы в точках. Соответственно, водитель, опять же, через мобильное устройство сообщает об этом диспетчеру, и диспетчер может буквально в режиме онлайн связаться с клиентом или решить какие-то вопросы или проблемы. Так как одним из критериев тоже у нас была выемка инкассируемых ценностей, соответственно, это также была как отдельная задача на мобильном приложении для водителей, и логисты заранее видели, например, с каких торговых точек была произведена выемка ценностей, в полном ли количестве, если есть какие-то расхождения, мог опять-таки оперативно связаться с клиентом и уточнить, в чем проблема. Как я показывал ранее, это тоже одной из особенностей проекта, было реализовано создание сложных тарифных сеток, как сеток от транспортных компаний, так и сложной мотивационной части, составляющей для водителей, в зависимости от различных критериев и массы, вы перевозимого груза и объема, и количество точек, и выезда из зоны в зону, то есть все эти параметры мы учитывали и в автоматическом режиме рассчитывали уже зарплатную часть для водителей, а также планы и фактический доход от транспортных компаний. Соответственно, одной из особенностей данного проекта также является это распределение затрат вплоть до аналитического разреза, то есть если раньше компания Санкс собирала затраты, в целом просто консолидировала их по рейсу, то при помощи системы позволила это распределять на каждую заявку на перевозку и в разрезе каждой заявки еще на каждое направление деятельности, то есть перевозимый товар в рамках каждой заявки. В рамках проекта была сделана реализована полноценная интеграция системы ВМС от Аксилот, чуть далее я подробнее об этом расскажу. То есть как выглядел вообще в целом у нас процесс по интеграции с другими корпоративными системами и в том числе с системой ВМС от Аксилот. То есть изначально загрузка заявок производилась из корпоративных систем, при этом в компании Санк две корпоративные системы участвовало в проекте. Эта корпоративная система расположена в головном офисе Санкт-Петербурга и непосредственно в том филиале, где происходило внедрение, это в городе Омск. То есть в Санкт-Петербурге формировались заявки на входящую логистику от поставщиков, а непосредственно уже в городе Омск сформировались конечные заявки для доставки к конечным получателям. Соответственно после того, как мы загружали данные заявки, мы загружали их на основании, то есть имея только лишь общие какие-то параметры по массе, по объему заявки. Но в принципе этой информации нам было достаточно для того, чтобы спланировать оптимальные маршруты. После того, как мы спланировали оптимальные маршруты, мы выгружали эти данные в МС-систему, для того, чтобы уже МС-система консолидировала все эти заказы под конкретные рейсы, То есть, подготавливал заказ в зону отгрузки. Из ВМС-системы мы получали в онлайн-режиме статусы по заказам на отгрузку, то есть, что готово к отгрузке, что не готово, для того, чтобы логисты также могли оперативно видеть информацию, сообщать об этом водителю, будет ли у него задержка или нет, в каких-то случаях поторопить сотрудников склада для сборки товара. То есть, опять-таки, вот такой оперативный контроль происходил при помощи интеграции. Дальше из ВМС-системы, так как были отобраны уже заказы на отгрузку, мы получали уже конкретные грузовые места непосредственно по каждой заявке, для того, чтобы водитель именно отчитывался за каждое грузовое место. То есть, уже не абстрактные какие-то там суммы, объемы, а конкретное грузовое место, за которое водитель будет отчитываться уже непосредственно в мобильном клиенте. Дальше мы на каждом этапе производили выгрузку данных по заявкам, то есть, что происходит в заявке, для того, чтобы менеджер, который является, по сути, продавцом данному продукту, он понимал, что происходит с заявкой и мог оперативно отвечать клиентам, если что-то есть какие-то проблемы на этой заявке. То есть, он видит по каждому статусу, что заявка вот она только что пришла в систему, она обработана, спланирована, включена в рейс, отгружена в транспортное средство или завершена уже по ней перевозка. Ну и одной из особенностей данной интеграции, это было, что мы формировали прибытие и убытие на склад, то есть, автоматически водителям не приходилось там или логисту отмечать эти точки, что был ли водитель на складе или нет. То есть, система ВМС, как только отгружала товар, мы сразу в системе ТМС формировали у себя факт прибытия или убытия со склада. На проекте нам пришлось столкнуться с рядом определенных сложностей. Одна из сложностей на проекте была, что в одном адресе доставки у нас консолидировались различные получатели. Так как я говорил, что у нас компания Sank достаточно имеет большие грузопотоки, то есть, она работает как с крупными торговыми центрами, так и с мелкими торговыми палатками и рынками. То есть, вот на уровне рынка там получалось один и тот же адрес и достаточно много различных адресов. То есть, какому-то клиенту там сдавать что-то осталось всего лишь 5 минут, кому-то час. Все это необходимо было учитывать. Несмотря на то, что на самом деле адрес был один, в разрезе каждого получателя в этом адресе было различное время сдачи товара. Это мы учитывали, когда реализовывали проект. Одной сложностью проекта было со стороны клиента изменение периодически процессов в складской системе, что необходимо было подстраиваться именно в системе ТМС. То есть, какие-то изменения происходили в МС-системе, соответственно, мы на них достаточно оперативно реагировали и немного изменяли процессы самой системы транспортной. Конечно же, сложность была в том, что при использовании мобильного приложения, особенно это сказывается, как правило, в регионах Сибири, на Дальнем Востоке, то есть, большинство водителей до этого пользовались кнопочными телефонами, тут им предложили смартфоны. То есть, понятно, что для этого была небольшая сложность при обучении водителей, кто-то в первый раз увидел смартфон, не совсем понятно, как изначально было пользоваться, но после проведения обучения, после того, как были написаны определенный ряд инструкций, там через пару дней все водители уже достаточно быстро ориентировались в мобильном приложении. Еще одной сложностью на проекте, это была занятость ключевых сотрудников, участвующих во внедрении транспортной системы, на внедрении системы ВМС. То есть, одни и те же люди были задействованы в двух проектах, так как проекты у нас стартовали параллельно, что внедрение транспортной, что внедрение складской системы, поэтому часть ключевых сотрудников, занятых на внедрении ВМС, она была необходимой на внедрении ТМС. И вот эта вот достаточно большая загрузка людей также была одной сложностью на нашем проекте. Итак, каких же результатов нам удалось достичь по результатам данного проекта? Во-первых, были оптимизированы маршруты доставки по внутригородскому планированию, было достигнуто то, что мы автоматизировали создание регулярных рейсов, которые отправлялись в регионы, то есть логисты не тратили на это свое время. Был реализован онлайн-мониторинг перевозок, то есть логист понимал, в каком месте, где у него находится транспортное средство водитель, какие задачи он уже выполнил, какие еще предстоит выполнить, какие есть проблемы в тех или иных точках. Были автоматизированы расчеты расходов по рейсам, то есть теперь логист не вручную или в Excel где-то сводил по окончанию рейса, сколько же водителей мы должны, какая стоимость рейса, стоимость перевозки, а все это делает система, исходя из расчета по тарифным сеткам, заданных в ней. Также была реализована результатом эта интеграция с несколькими корпоративными системами и системой ВМС, то, что как раз-таки необходимо было заказчику иметь полный контур по учету за товарооборотом. Была реализована возможность фиксации прохождения точек и проблем в режиме реального времени, то есть опять-таки мобильное приложение позволяло в оперативном режиме общаться с диспетчеру, логисту, узнавать о каких-то, во сколько там прибыл водитель, во сколько уехал с точки, были ли просторы, и в оперативном режиме решать определенные проблемы. Каких эффектов нам удалось в итоге достичь? Была снижена зависимость от персонала, то есть все, что раньше хранилось в головах у людей, построение маршрутов, какие-то сложные клиенты, определенные точки доставки, все это было переложено на систему. То есть теперь, что позволило на самом деле масштабировать вот этот опыт, независимо от персонала, который работает. То есть все было заложено непосредственно в логику системы, то, что раньше сидело в головах у людей. Это один из моментов. Другой момент, что когда приходит новый сотрудник, он достаточно быстро обучает системе, потому что есть инструкции, есть уже выстроенные процессы, и сотрудник достаточно быстро вливается в процесс, что опять-таки повышает в целом дальше, конечно, качество доставки, потому что нет вот этого снижения человеческого фактора. Устраняются опять-таки различные ошибки при расчете зарплаты водителям, потому что это снимается нагрузка с логиста и перекладывается уже на систему. Было сокращено время на формирование маршрутов, то есть большинство маршрутов формируется в автоматическом режиме, а дальше лишь логист уже подтверждает данный маршрут или при необходимости назначает на другие транспортные средства на рейс. Была повышена эффективность взаимодействия диспетчера и водителя при помощи мобильного клиента, то есть была достаточно оперативная связь между водителем и диспетчером. Ранее это только звонки или же уже постфактум по окончанию рейса узнавали логист о некоторых проблемах точки или каких-то там возможных изменениях маршрута, то сейчас это происходит в режиме реального времени. Ну и, соответственно говоря, в общем, в целом было сокращено время на обработку данных по маршрутам. То есть логисту не в конце дня теперь привозят большую пачку бумажных документов, которые ему необходимо обработать, сколько водитель сдал, к каких точках были проблемы, соответственно, все, что влияло дальше на зарплатную составляющую водителя, составлять зарплатный лист, то есть все это автоматически уже имело в системе. Ну и, конечно же, результатом всей этой деятельности это был сбор, помимо того, что мы автоматизировали оперативную деятельность для логистов, это сбор затратной части и понимание, сколько тратится на перевозку в разрезе непосредственно каждой заявки на перевозку. То есть мы видим отчет, который позволяет нам понимать, сколько мы тратим на перевозку на каждую заявку в разрезе каждого направления деятельности, в зависимости от оказанных услуг по перевозке. Какие же дальнейшие планы есть у компании Санк в разделе именно транспортной системы? То есть это тиражирование решения Axelot TMS в филиале города Санкт-Петербург, то есть в головном филиале, где консолидируется в основном вся логистика и построение всех маршрутов, а также тиражирование этого решения на другие филиалы компании. Это интеграция с новой корпоративной системой Axapta, на которую переходит компания. Это внедрение уже мультимодальных схем перевозок, то есть не только автотранспорт, а также ЖД-перевозки, контейнерные перевозки, то есть полная цепочка поставки и сбор затрат на полной цепочке поставки. То есть консолидация заявки на каждом плече маршрута. В общем, в целом это все, что мы хотели рассказать про опыт нашего внедрения в компании Санк. Спасибо большое за внимание. Если какие-то у вас вопросы остались, вы можете выслать на нашу электронную почту. Всем спасибо большое за внимание и за участие в нашем вебинаре. До свидания.